здравствуйте в мире ежедневная программа 13 регион с вами шакир умаров в очередной раз я расскажу о том что произошло в шимкенте за минувшие сутки наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий но обо всем по порядку пьяный водитель сбил насмерть 10-летнюю девочку сообщение о дтп поступило 30 августа в ямбекшинский районный отдел полиции как выяснилось мужчина 1966 года рождения за рулем база не смог справиться с управлением и наехал на пятиклассницу которую с тяжелыми травмами доставили в больницу где она позже скончалась согласно медицинскому освидетельствованию у водителя была средняя степень опьянения в отношении него сейчас возбуждено уголовное дело ведется следствие полицейские призывают автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и ни в коем случае не садится за руль в состоянии алкогольного опьянения следующее дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении проспекта республики и улице мумушилы на этот раз участниками столкновения стали три автомобиля ауди бентли и мерседес по нашим данным причиной аварии стало то что водители не соблюдали дистанцию а затем на светофоре последовала череда удара мемнякин келятыры дым республиками 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 келятханда бентли и шишпаласа шагат поворот и шишпаласа менотки зен бентлины и бентлин артнан кет парадханда бентли ауди соғатта брич мерседес тодианосты резки тоқтай кен ауди тоқтай ауди динкен бентли кеп на месте происшествия работали сотрудники полиции они занимаются выяснением всех обстоятельств дтп участникам следующей аварии стал минивэн дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано на перекрестке улиц скулова дулати со слов очевидцев водители микроавтобуса и автомобиля киа не смогли разобраться кто главный на дороге что и повлекло столкновение в этом дтп никто не пострадал а машинам нанесен минимальный ущерб предполагаемого автоугонщика задержали в сайрамском районе в местные ру воды обратился 32-летний мужчина он заявил что некто похитил его автомобиль марки вас в салоне которого было 250 тысяч тенге далее в результате оперативно-профилактических мероприятий стражи порядка задержали ранее судимого подозреваемого 1978 года рождения по версии следствия он причастен как минимум 20 фактам краж по данному факту возбуждено уголовное дело задержаны взят под стражу такая была хроника криминальных событий за минувшие сутки напомню что если вы стали очевидцами пожара дтп или преступления звоните к нам по телефону 56 16 32 если вы зафиксировали какой происшествий на камеру мобильного телефона отправлять материал новоцатр у нас региона номер видите на экране наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки с вами был шакир умаров будьте бдительны и берегите себя мобильного телефона